Всем здравствуйте дорогие друзья, с вами Андрей Хорьев и это канал Футбол, это жизнь. Сегодня у нас заключительная серия группового этапа, группа H, где у нас команды Баруси, Реал Мадрид, Тоттенхэм, в реальной жизни АПЛ, ну а я добавил ПАОК, все-таки такой же немного популярный клуб, знают некоторые его. И начнем сразу, Реал АПЛ, точнее АПЛ Реал, ну давайте здесь уже назвать ПАОК. Итак, Реал считают все претенденты у нас очередной титул Лиги Чемпионов 2017-2018 и считают, что возьмут они этот хэттрик подряд. Криштиан Роналдо получает гол, делает гол и Варан получает удаление, вот так вот. Он успел Криштиану забить, и Криштиан Роналдо делает дубль. Хосе Канас уменьшает такое преимущество Реала, 1-2, но все-таки победа Реала, и здесь победа Реала. Тоттенхэм против Баруси, причем вот эта вот группа, она прямо-таки совпала. Первый тур с реальным первым туром в жизни, но вот только вот Реал и АПЛ играли Реал дома. Итак, Дели Али забивает, получает желтую, вот так, наверное, футболку снял. Уолкер забивает, делает счет 2-0. В реальной жизни Тоттенхэм выиграл с счетом 3-1. Посмотрим, как они здесь. 2-1, Абуми Янг, но третьего гола не хватило здесь для Тоттенхэма. Да, совпадает, прям-таки календарь у нас. Тоттенхэм-паок, а в реальной жизни АПЛ Тоттенхэм. Ну, давайте. Тут, правда, поменяли вот эти гостевые домашние матчи, но нам без разницы, матчи хотя бы совпадают. Итак, в реальной жизни Тоттенхэм выиграл 3-0. Пока что 1-0, сон забил. Еще надо 2 нича для Тоттенхэма. Эриксон делает счет 2-0. И все, но 2-0 тоже неплохо. И вот этот матч очень будет интересен. Боруссия против Риала. Вот здесь вот, если есть сейчас, смотрят видео, болельщики российского футбола. Модрич пока что забивает, Белл получает удаление. Гуэрерро сравнивает, Пепе получает травму. И знают, где сейчас находится Зенит. Он находится в Лиге Европы. И вот Марко Сенсио забил дурное удаление. И все считают Зенит и Арсенал претендентами на Лигу Европы. Пензема делали еще 3-1. Так и закончился. Вот этот матч прям таки совпал. 1-3, так и закончился матч. Причем тоже в Германии был. И все вот думают теперь. Вот сейчас смотрите. Реал и Тоттенхэм набрали по 6 очков после двух туров. В реальной жизни так же все и происходит. Реал и Тоттенхэм в реальной жизни. Вот сейчас у них такая... Я снимаю это видео. Когда еще не сыграли третий раунд Лиги Чемпионов. Поэтому сейчас такая же прям таки группа. Реал, Тоттенхэм, Боруссия, Паок. И все вот думают. Если, блин, но Паок уже точно не пройдет в Лигу Европы. Это понятно, группа вот такая. Поэтому Реал все точно знают, что они пройдут. Поэтому или Тоттенхэм, или Боруссия могут попасть в Лигу Европы. И вот оттуда уже Зенит могут сбить. Они с этого пути. Естественно, они хоть как-то да и сыграют с Зенитом. Если, конечно, Зенит будет стараться. Паок у нас против Боруссии и Доттмунд. Кассе забивает. Ведь это очень интересно. Именно в третьем туре Апоэл и Боруссия будут. И Пуличич сравнивает счет. И все вот оттуда и поймут. Тоже все-таки пройдет в Лигу Европу. Я буду, естественно, болеть за Апоэл. Мне это нужно. Это для моей же выгоды. Но знаю, скорее всего, что выиграет должность Боруссия. Все. 1-1. Ничья. Но Паок. Все еще на последнем месте. Итак, сейчас мы узнаем, кто все-таки с первой строчки выйдет. Блин, я, кстати, забыл сделать ставочки. Но я считаю так. Реал, Тоттенхэм, Боруссия и Паок. Я так сразу бы хотел бы сказать. Сон, Серхио Рамос, Крещен Роналдо. Все на классе. Потому что, ну, естественно, у Боруссии сейчас не такая форма. Нет у них. Дембеле. Ушел Родригес, Хаммес, Родригес. Сейчас он правил Баварии. Юг Хайкинс его пока что не выпускает. Крещен Роналдо делает дубль. Еще 4-1. Итак, после третьего тура у нас Реал на первой строчке. Тоттенхэм на второй. Боруссия на третий. И Паок на четвертый. Лучшим бомбардином является Крещен Роналдо. Четыре мяча. Сон. Два мяча на второй строчке. И Серхио Рамос. Один гол. Даже здесь старика умудряется забить. Реал против Паука. Остает у нас 4 матча. Бензема забивает. Лукас Васквейс забивает 51-ая минута. Ну что, Крещен сегодня должен, мне кажется, забить. Но пока что Бензема идет на дубль. Все, Крещен точно сегодня не забьет. 3-0. Отличный матч. Карим с тремя мячами уже. И Доргманская Боруссия против Тоттенхэма. Итак, я вам сегодня расскажу про те команды, которые уже точно вышли. В плей-офф. Жереблевочку я так рандомно сделаю. Главное, чтобы не из одной группы это не попались. И одной национальности в первой стадии же нельзя. Потом уже разрешено. Так что, буду стараться. И, скорее всего, сегодня его это видео тоже сниму. Итак, Янсен все-таки выводит на 88-ой минуте вперед Тоттенхэм. 1-0. И у нас предпоследний тур. Пятый тур. Итак, Боруссия или Паок. А Бумианг забивает. Мор. Ну, тут пока что еще Дембеля все-таки есть. Приёвич уменьшает преимущество. Ройс. Здесь он не такой стеклянный, как в жизни. Забивает. Ну, и все-таки Доргманская Боруссия пойдет в Лигу Европы. Ну, да. Уже точно Доргманская Боруссия будет в Лиге Европы. Хотя, если она проиграет сейчас кому-нибудь, а Паук выиграет, это вряд ли. То они смогут все-таки пройти дальше. Также Тоттенхэм уже вряд ли догонит Реал. Хотя, надо сейчас вот этот матч посмотреть. Реал выиграет всех и всюду. Я так понимаю, не теряет еще очки. Ну, я надеюсь, в этом матче тоже он не должен потерять. Реал будет тогда единственной командой, которая выиграет все матчи. Скорее всего, такого не будет. Друзья, алло, просыпаемся. Ну, че? Забей. Нет, Реал все-таки теряет очки. Делит их вместе с Тоттенхэмом. Ну, пока что, естественно... Ну, это пишут пока, что Реал Мадрид становится чемпионом. Если Тоттенхэм у... Нет, все-таки правда. Потому что плюс 9 мячей у Тоттенхэма, один... Плюс 9 у Реала, один у Тоттенхэма. И если сейчас Тоттенхэм сыграет... Ну, сколько там? 10-0, хотя это очень вряд ли, то они выйдут с первой строчки. А Реалу придется тогда проиграть. Ну, что же. Сейчас Паук вам нужно выигрывать в Кейс и попадать в Лигу Европы. Понимает это и сам Паук. Я постараюсь все-таки Паук. Да, все, Паук, скорее всего, в Лиге Европы, если Реал обыграет Блокумскую Боруссию. Итак. Поехали. Бендер желтая. Иску забивает. Нужно Реал крупно обыгрывать, чтобы Аплэйл прошли дальше. Пошли замены. Модрич. Но еще же может Крещану даже забить. Бэйл может, Бензема может. Вы все ребята можете. Да, Кросс вышел. Все, Бендер удалился. 2-0 и смотрим. Нет, все-таки Боруссия проходит в Лигу Европы. Посмотрите на этих бомбардировках. 4-3-2. Посмотрим, по каким показателям. По мячам, естественно. У Боруссии минус 4, у Паука минус 7. Ну что же. 16 очков у Реала. 10 у Тоттенхэма. 4-4 у Паука и Боруссии. Лучший игрок у Кипер Кассилиас. Крещен Роналду обладатель золотой бутсы. Лучший игрок тоже он. Ну что же. Давайте все-таки тогда сейчас мы и поговорим про те команды, которые вышли из группового этапа Лиги Чемпионов. Итак. Ну и из первой группы это у нас МЮ и Бенфика. 14 и 10 очков. У МЮ 14 и Бенфики 10. Во второй группе у нас Бавария с 13 очками и ПСЖ с 11. В третьей группе у нас Челси с 16 очков и Атлетика с 11. Барселона вышла с 12 очками и Спортинг вышел с 12 очками. Севилья вышла с 16 очками и Ливерпуль с 11. Наполе вышли с 14 очками и Манчестид Сити с 8. Ну и по предыдущему видео, кто это только что смотрел, Порту вышли с 16 очками и Монако с 10. Ну и здесь у нас Реал 16, Тоттенхэм 10. Ну что же. Сейчас я сниму уже плей-офф и выложу сразу для вас три видео. Поставьте ради хотя бы этого лайк. С вами был Андрей Хуриев, канал Футбол. До скорого, друзья. Продолжение следует...